Одесская филармония дождалась своего часа. Здание внесено в программу реконструкции «Большое строительство», реализация которого начнется уже в следующем году. Однако на преображение может уйти немало времени. С рабочим визитом в Одесскую область прибыл министр культуры и информационной политики, чтобы посмотреть своими глазами на театр и оценить состояние здания. Он заявил, что на полную реконструкцию здания хватит 2-3 года, а на сбор необходимой документации может уйти несколько месяцев и около 7 миллионов гривен. Очевидно, что за поддержкой всей страны и спокойнее будет и самой филармонии, и самому городу, потому что никто же этот дом не забирает. Он остается в Одессе и должен служить окрасой Одессы, для Одесситов и всех гостей Одессы. Это вопрос, понимание того, насколько важным и уникальным есть этот объект. Чтобы ускорить процесс реставрации, областная филармония сменит статус на национальный. Глава областной администрации Максим Куцый уверен, что депутаты облсовета позитивно воспримут эти изменения, проголосуют за обновление статуса филармонии. На реконструкцию всего здания планируется выделить 150-170 миллионов гривен. Если все необходимые документы для реставрации будут собраны до конца года, это значительно увеличит шансы структуры на начало работ, уверены в администрации театра. Сегодня надо рассматривать вопрос комплексной ремонтно-реставрационной и противоаварийных работ. У нас фасад полностью аварийный. Мы очень много сделали. Мы сделали противопожарную сигнализацию, мы сделали новый противопожарный водопровод. Это все выделяло деньги областной совет, областная администрация. Где-то водопровод, где-то полтора, почти два миллиона. Мы сделали очень много, но это все, это не все еще. Последний раз реставрационные работы филармонии проводились в 2004 году. Тогда обновили концертный зал и сцену. Работы длились около года. В администрации театра рассказывают, если ремонтные работы начнутся с фасады и крыши, то филармония продолжит радовать зрителей концертами. Напомним, недавно в театре зафиксировали вспышку коронавируса. На данный момент все работники здоровы. А в самой филармонии проводятся репетиции.